Живи в ритме спорта. Под таким девизом в Краснодарском университете МВД состоялся физкультурный праздник. Его провели на новых площадках спортивно-паркового комплекса, где созданы все условия для активного отдыха студентов и горожан. Активным болельщиком стал и наш корреспондент Александр Ермолаев. 17, 18, 19. Несмотря на погодные плюс 30, более 200 курсантов университета МВД собрались в спортивно-парковом комплексе, чтобы выяснить, кто из них самый спортивный. Доказывать это пришлось в нескольких дисциплинах. Соревновались в силе ловкости на турнике, в русях, в дартсе и беге на тысячу метров. Не отставали от юношей девушки. Они на равных перетягивали канат и отжимались. В этой дисциплине многие представительницы прекрасного пола точно дадут форму мужчинам. Такие состязания для курсантов проводятся каждые выходные. Однако принять в них участие могут не только будущие офицеры. Двери спортивно-паркового комплекса открыты для всех желающих. Мы уже заявляли, что он направлен на то, чтобы поднимать, пропагандировать здоровый образ жизни, массовый спорт, дать возможность нашим детям, нашим молодежи, студентам, курсантам в свободное время пользоваться этими площадками. Кульминацией праздника стал товарищеский поединок между курсантами университета и младшим составом футбольной Кубани. Несмотря на жару, команды показали добротный и атакующий футбол, в котором никто не хотел уступать. Опасные моменты возникали у ворот команд с завидным постоянством. И все же мастерство и опыт воспитанников Кубани сказались. Они выиграли со счетом 3-0. Впрочем, будущих правоохранителей это сильно не расстроило. Возможность взять реванш у желто-зеленых курсантам наверняка представится в самое ближайшее время. Теперь есть возможность совместно проведения соревнований, спартакеат и футбольные матчи, которые будем способствовать, чтобы тут проводились матчи хорошего уровня. Естественно, студенты с удовольствием посмотрят. Не всех есть возможность сходить на большой футбол. Поэтому я думаю, что площадка будет теперь жить. О том, что комплекс пришелся по душе не только студентам, но и жителям ближайших домов, говорит количество зрителей. Понаблюдать за состязаниями собралось немало болельщиков. Многие после соревнований решили прогуляться по аллеям парка и отдохнуть в прохладе фонтанов. Те, кто не любит пассивный отдых, уже наметили план на семейный досуг. Заниматься спортом в новом комплексе университета МВД может каждый желающий. Мы с детьми успели поиграть всей командой в дартс. Мы покидали дротики, все стали счастливы, довольны. И очень надеемся, что еще много-много раз придем в этот парк, который тут нам буквально в шаговой доступности от дома. Мы живем на Девятке, и у нас парк такой чудесный, парк. Настолько здесь чистый воздух. Сюда мы сможем в выходные приходить, с детьми поиграть. Хороший парк. Мне нравится фонтан. Красиво здесь. Хорошо, там места много, в прятки можно поиграть. Поиграть в прятки или посоревноваться в силе и ловкости краснодарцы смогут в ближайшее воскресенье, когда площадка вновь откроет свои двери. Программа спортивных мероприятий расписана на несколько недель вперед. И организаторы приглашают принять в них участие всех жителей краевого центра. Александр Ермолаев, Евгений Валитов. Телекомпания «Краснодар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова